Ауди ТТ и Volkswagen Golf GTI никогда не были прямыми конкурентами и вряд ли ими станут. Но у них общая агрегатная база, одинаковые моторы, отличающиеся только степенью форсировки, а стартовые цены разнятся не так, чтобы за голову хвататься. Мы считаем их можно и нужно сравнивать, как минимум, чтобы понять те приемы, благодаря которым Volkswagen умудряется продавать похожие продукты совершенно разным аудиториям. Злые языки скажут, мол, GTI рядом с ТТ, что невзрачная подружка рядом с красавицей моделью. Да, желтый хэтчбэк, а Ауди именно хэтч с подъемной задней дверью с ног сшибателен, особенно со спортпакетом. Но и GTI симпатичен по-своему, современен, узнаваем, в меру спортивен, даже если скучен, то только на фоне яркой во всех смыслах ТТшки. Салон Ауди подкупает высочайшим качеством сборки, дорогими материалами, продуманной эргономикой. Сидишь низко, с прямыми ногами, крыша не давит на голову. Интересно сделан блок однозонного климат-контроля. Кнопки управления вписаны в дефлекторы обдува. Немцы отказались от центрального дисплея в пользу виртуальной приборной панели, на которую выводится вообще вся информация. Решение на любителя. Из Ауди в Гольф словно в типовую квартиру после суперсовременных апартаментов. Классическая приборная панель, живые стрелки, все привычно. Обстановка не бедная, податливого пластика хватает, кожа на руле шершава. Плюс в Гольфе изначально установлены отменные спортивные кресла. В Ауди за такие надо доплачивать. В салоне довольно просторно, а список оснащений богат, но мультимедийный комплекс уступает и по скорости, и по качеству картинки. Едет Ауди ТТ примерно так же, как выглядит. Восхитительно. При небольшой массе двухлитровому турбомотору с комбинированным впрыском хватает 230 сил, чтобы таскать автомобиль с энергией Титана. По паспорту на разгон до сотни нужно всего 5,3 секунды. А как ТТ выстреливает сходу? Утопил акселератор и испарился. Робот Астроник с двумя сцеплениями преданный союзник. Переключается быстро, эмоционально. Можно прыгнуть хоть на три ступени вниз без ощутимой паузы. На команду рулем Ауди отзывается быстро и четко, а запас по сцеплению на скоростных дубах поражает. На гоночном треке ТТ жадно пожирает каждый вираж. И только тормоза, к которым не было вопросов на общественных дорогах, тут оказываются слабым звеном. Вообще же главным недостатком ТТ стоит признать невысокую плавность хода. О комфорте можно забыть. Трясет и на мелких неровностях, и на средних. Одна радость подвеску не пробивает. Гольф GTI в целом спокойнее. Отдача мотора всего на 10 сил меньше, но общий градус ниже. Нет той спортивной злости, что присущей Ауди. Volkswagen тоже быстро, хотя электроника более рьяно бережет мокрое сцепление робота DSG. Зато ездить на гольфе каждый день удобнее, он меньше дергается. Акцент в настройках шасси-то смещен в сторону удобства эксплуатации. Volkswagen не так остр в реакциях, хотя управляется азартно, особенно на пределе. И вместе с тем гольф комфортен. Зуд от микропрофиля полотна отсутствует, а почти все ямы колдобины подвеска расщепляет на атомы. Да и шумоизоляцию у гольфа чуть лучше, чем у Ауди. ТТ и гольф GTI отличаются сильнее, чем мы думали изначально. Это касается всего, начиная от внешности и салона, и заканчивая ездовыми манерами. В результате нельзя сказать, что какой-то автомобиль лучше или хуже другого. У каждого есть свои ключевые преимущества. Хочется гонять, не жалея ни себя, ни пассажира? Падайте в ТТ, жмите на газ, и с Ауди будет нескучно. Если ваша разума способен договориться с сердцем, то они совместно выберут GTI. Он не так крут, но и не требует ежедневных жертв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова